Приветствую вас, Марина. Смотреть. Начнём, пожалуй, с того, что вам вы задаёте немного нетипичный вопрос для не-жертвы, который вы бы не хотите, спасать себя или ждать, пока лечение закончится у своей крови. Вообще говоря, это не типично, потому что подразумевает, что вы можете остаться на лечение у своей крови, терпеть, драться с двух мужем, терпеть от него побои и так далее. Ну, то есть это не жертвенность, это странно. Дальше. Вы пишите, что с предыдущим мужем у меня были хорошие, тёплые, доверительные отношения, вот, ну, он умер, и вы с ним расцветали, как женщина, но вопрос. Вам, чтобы чувствовать себя женщиной, нужно быть мужчиной? Или как? Это первое. Это второе. Следующее. Как я могла выйти из дома, если человек, который совсем не подходит? Как? Через свои желания. Через свои потребности. Очевидно, что вам необходимо, чтобы кто-то из меня вас ограничивал. Чтобы ограничивали ваши личные границы, потому что себе вы не очень доверяете. Потому что вы болезненно реагируете на то, например, когда к вам относятся, как вы говорите, высокомерно, высокомерно. И не то, чтобы я вам не верил, но к вам относятся высокомерно, к вам могут относиться высокомерно. Вопрос в том, как вы на это реагируете. Вопрос в том, как вас это задевает. Понимаете? Штука, 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 штука всё. И, коли вас что-то задевает, ну, извините. А свекровь или вы своё не просто так? В ней вы видите родственную душу. И в ней вы видите себя. И на неё вы приносите всю эту любовь, которую не даёте себе. Вот и всё. То есть вы запрещаете себя любить, вы себя не принимаете до конца, вы себя не уважаете, не цените. Вот. Но при этом жалейте свою любовь. И через неё вы жалейте себя. Вот и всё. Поэтому да, нужно спасать себя. Но как бы спасти себя здесь, в этой ситуации, это не значит, что вы спасут себя. Если вы расцветаете как женщина только с мужчиной, а сами по себе себя вы не цените, то другой мужчина, следующий мужчина, он будет тем же, от кого вас будет. Может быть. Может быть. Ситуация несколько по-другому выглядит. Это просто предположение, что у вас хорошие отношения были с предыдущим мужем, но потеряв его, вы получили травму, не пережили его смерть, не отпустили его, не прожили всё то, что нужно. Нужно прожить вам. И на этой почве построили такие отношения. Может быть и такое. То есть с потерей мужем. У вас образовалась некая дыра, которую вы пытаетесь, пытались точнее заполнить. Заполнились своим старым мужем. Ну или... Посмотрю. А ну вы пишите до этого были потрясающие отношения, а то как бы даже не пишите, что это мужчина может быть просто мужчина. Ухт. А ну вы правда пишите, что длились три с половиной года, а тут женатый год и тут не очень понятно. Ухт. Суть не в этом. Суть в том, что может быть такая ситуация. Ещё. Вот. А ваша любовь к секруте, она больше похожа на желудок. Вот. А здесь, помимо этого, есть ещё один нюанс, связанный с тем, что люди, ну клиенты, когда задают такие вопросы, они, к правилу, уже знают, как они будут... Ну, знают своё решение, они его решение, так смысле, уже приняли. Вот. А просто им нужно либо подтверждение, либо какое-то опровержение. Вот. И это на самом деле не очень хорошо, потому что вы уже знаете, как будете поспать. Вот. Вам нужно просто, как бы, ну, позволить, позволить себе поступать так, как вам хочется поступить. Понимаете? Какая штука. Вот. Вот. Это было бы более, ну, более конструктивно для вас. Вот, в принципе, то, как я могу ответить вам на ваш вопрос. ПСМ тут, эээ, систему восприятия себя менять, ну, и смотреть, анализировать, корректировать опросов. А на этом всё. Надеюсь, эээ, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. КОНЕЦ Продолжение следует...